...продовольствие Республики Катарстан, которое расскажет, наверное, на то, что выступление представляется на Эскандеры, поделится этими подходами, изглядами по цикровизации АВК Катарстана. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Николаевич. Я по имени Министерства и Союзхозяйства, к сожалению, министр не смог прийти на МОВСКИЛСЕМСЯ. Всех приветствую в нашей республике, в нашем городе. Вкратце я хотел бы... Вкратце я хотел бы сказать, то есть территория республики 6,8 миллионов гектар, башня 3,3, то есть практически каждый трой гектар нашей территории работает на производстве продукции, кормят 4 миллиона населения и очень много продукции и населения уводят в соседние регионы, конечно. Занимая 2,3% хозгодий, мы производим 4,5% продукции. То есть довольно-таки высокоинтенсивное сельское хозяйство в республике Катарстан. Продукции АВК с одного гектара примерно мы посчитали. То есть у нас чуть почти 100 в 2 раза выше, чем в среднем по России. Но в то же время мы в 4 раза отстаем от Германии и 12 раз от Нидерландов по интенсивности, по отдаче Паши. Поэтому, как говорится, нам еще много-много надо работать с собой. И мы считаем, что цифровизация это один из инструментов вообще в нашем сельском хозяйстве. Вот у нас как бы вот есть эти 6 основных проектов по цифровизации, которые курируются министерством. Я вкратце сейчас про 4 их расскажу, про 4 первых расскажу я, 5-6 тоже расскажут мои коллеги, эксперты под своим проектом. Первый проект это информационная чистка система. Иград, как говорится, банк данных. У нас 80 отчетов собирается автоматически онлайн, прямо с района. Мы же спали в район. Тоже очень много форм, показателей, 240 тысяч. Огромное количество. Есть ежедневные даже, то есть информация сыплется буквально. Ежедневно министерство держит руку на пульсе. Каждый день принимают оперативно-праворативные решения. То есть информация очень востребована. Разработана, в 12-м году запущена. Разработка компании «Барсгруп», которая здесь присутствует тоже одним из ведущих наших разработчиков в Татарстане, в России тоже. В общем, очень удобная система. Мы их эксплуатируем и спортом. Следующий проект – это ГИС-система. Я вкратце про это не буду гугляться. ГИС-система у нас работает с 16-го года. Полностью мы практически контролируем все болезни. Заполнили на каждой поле паспорт, довольно-таки подробный. И у нас в ГИС-система нового процесса. В этом году мы начали оцепровку генеративных сооружений, генеротехнических, многолетние насаждения. Также мы отрисуем сейчас озера, в которых разбудится рыба. Наводим порядок. И земельные участки владельцы. В собственном время участок у нас тоже сейчас где-то процентов на 60-е уже оцепровали. То, о чем говорил Скандель, про ректор университета на полисе, тоже скоро войдет в эту их систему, в дополнительные сервисы. Спасибо им большое, конечно, большое работа проделана. Сейчас им предстоит устаревать во всей службе в своем пилотном проекте. Значит, следующий проект это служба цифровой информации. Мы в апреле создали такое подразделение, агродат, это основная у нас. Вот основные задачи это служба. Я сейчас читать не буду. В апреле мы провели опрос анкетирования сельхозпроизводителей более тысячи. То есть, что до вашей все сельхозпроекоприятия и крупные фирмы. В результате вот у нас получилась такая статистика. Мы брали хозяйство, которое имеет хотя бы одну высоковую технологию. Получилось, что за неделю эти 6, а у нас 13. В среднем получается где-то 20%. У нас по охваченному начало цифровизации начало. Начало цифровизации облачной. И всего мы посчитали, пока у нас 90 технологических решений различных уже внедрены. Но вот оставшиеся 80% это как бы поле нашей деятельности, это наша предстоящая работа вот этой службы. Значит, вот задачи, вы видите, служба работает над созданием цифрового профиля этих воспроизводителей. То есть, скажем, предприятие будет подобрано на технологии, внедрение которых экономически обоснованно и может быть интересно и инвесторам, и госорганам, и самому хозяйству. Значит, собираем обратную связь, будем собирать внедрение технологии, какие задачи стоят, какие проблемы, если все воспроизводить. То есть, все это будем общать, анализировать. И поэтому мы очень рады, если другие регионы здесь присутствуют, поделиться с нами своим опытом, своими технологиями цифровыми. Мы тоже готовы открыто сотрудничать. Такую службу мы сейчас запустили. И хотим как бы в поддержку этой службы создать вот такую цифровую платформу, цифровый агрегатор на основе искусственной интеллекты. Пока у нас разработчиков не найден, но пока на этом этапе принцип работы вот такой агрегатор, мы его называем строительное взаимодействие участников системы АПК. То есть, это и фельдхоз, и фермеры, и министерства, и образовательные учреждения, научные, транспортные, логистические, операторы связи, интернет, социальные сети. Мы все это хотим охватить. И вот как бы собрать информацию, структурировать и разделить ее на две части. А основные это проблемы и решения. И как бы вот через личный кабинет обращается или производитель, или это может быть, это может быть банк, инвестор, или государственного органа. То есть, с помощью искусственного интеллекта обрабатываются вот эти проблемы и находится как бы оптимальное решение предлагается. Планируем вот это такое, конечно, когда работаем ни одного месяца, ни одного года, но у нас есть такое желание запустить такой сервис. Также, конечно, здесь будет и о страховании, и государственной гарантии, и господдержка. Все мы в режиме единого окна. о тем будущем, чтобы это работало. Служба, которая занимается в проявляции, сейчас полностью находится здесь, в этом зале. Ребята сидят здесь, они уже, наверное, агрегируют то, что сегодня было сказано. Я как бы всех предлагаю сотрудничество с нашей службой, с нашим министерством совместно и оптический центр тоже, министерство с российской и приглашаю в сотрудничество. Вот у меня все. Спасибо. А сейчас по цифровому, по цифровой деревне, по цифровому я не могу. буду послушать, но я все-таки к которому вас сначала вопрос задал. Вы анализ сделали, на ваш взгляд, каких технологий больше используют для производительных, отечественных или иностранных. На ваш взгляд, что сдерживает внедрение цифровых технологий на уровне региона? Что нужно сделать? С нашей стороны, может быть, на уровне правительства на ваш взгляд, минимальная проблематика. Есть технологии зарубежные, есть отечественные, у кого, как говорится, оборудованные средства достаточно, они покупают. Зарубежные, они более, как бы, и в основном тоже оборудоваться больше используются, когда строится крупная мегаферма, если там вместе с оборудованием, обучение программных продуктов, иностранного производства ведет. Есть отечественные, есть разработки, и наши, даже, таташтанские. А насчет недоверия цифровизации, конечно, это есть. Больше недоверие, а что сдерживает? Что сдерживает внедрение? Сдерживает недоверие. Ну, во-первых, отсутствие материала излишков средств, потому что все закредитованы, ну, сами знаете, здесь сложное, вот все. Нет, как бы, мало хозяйств, которые работают высокоэффективно, имеют добавочную стоимость, большую высоту. Все работают, обычно, с небольшой рентабельностью. У нас, могу сказать, что 85% хозяйств в республике не уточные. То есть, да, вот недоверие, да, есть, там, закрытость хозяйств. многие руководители уже возрастные, вот такая проблема есть. То есть, у них уже налажена какая-то своя система, которую они не хотят показывать, может быть, прозрачности не хотят. Вот это вот, нам надо будет побороть, доказать, может, конечно, это нужно время, но доказать, и показать, вот центр наш, это его задача, показать эти технологии, их эффективность, и начинать эту работу. Ну, то есть, может быть, нужны какие-то субсидии, или уровень централизации должен влиять на уровень процентной ставки по уровню. Может быть, какая-то обратная связь есть у вас, вытавляют производители, пожелание, как стимулировать единицефы? Надо, конечно, стимулировать, это это, вот мы сейчас три, и только хозяйства хотим полностью отзабровать, насколько это возможно, конечно, попробовать, и просчитать объекты, и что, какие нужны инвестиции, какие уложения, как это решится. Спасибо, Аберия Ильич, но вот, наверное, я хотел бы все-таки перевести разговор, и чтобы наши коллеги рассказали об успешных отечественных заботах, которые позволяют оптимизировать затраты на расход средств защиты, или же защитить добропроизводителя вот нецелезообразно несет их средств защиты, и в целом сохранить урожай, если, например, вы выставите за них не тот средств защиты. Я хотел бы предоставить слово Александру Владимиру Борисовичу, генеральному директору компании «АОГ-Смарт и Джинберинг», и его заместителю, они вдвоем доклад сделают, Кутбаси Денисову Александровичу, которые как раз таки расскажут о том, как наши, так скажем, инновационные разработки позволяют, не знаю, я уже сказал, сохранить урожай, поскольку вот та разработка, о которой я не буду говорить, это спиртометр, который позволяет иметь концентрацию средств защиты. Спасибо.